Оно лишено вот этой сути силы, оно не в явлении духа и силы, оно пустозвоном является, пустым совершенно. Наши слова не должны быть такими. И поэтому, когда мы говорим во имя Иисуса, действительно мы Его имеем в виду, самого Иисуса, и в любви к Нему действуем таким образом. Слава Богу! Господь, спасибо. Спасибо Тебе за все. Спасибо за Твое чудо, что спящие пробуждаются. И даже если все задремали, то у Тебя есть голос ко всем. Проснитесь. Встаньте, спящие. А к мертвым у Тебя есть послание. Воскресни. Воскресни из мертвых. Дамы и господа, братья и сестры, живое Слово Божье, оно сверхъестественное. Иисус, который кричал там Лазарю, Лазарь, выходи. Наверное, эти слова казались безумиями. Кричать покойнику такое, ну какой смысл вообще. Но на самом деле есть великий смысл. Когда это слово не пустое. Когда это слово наполнено любовью, состраданием. Когда это слово наполнено Духом Бога. Оно совершает великое чудо. И Лазарь действительно вышел. Перед тем, как я начал свое служение, как реформатор уже, я видел сон. Еще это было задолго до того, как... Это было в конце 2000 года. Еще до того, как я начал практиковать молитву. За воскрешение умершего. Мертвых воскрешения. То, значит, и в этом сне я видел, ну будем так говорить, готовящиеся похороны, мне так показалось. Значит, гроб. И в нем было... Он был закрыт, но я знал почему-то сразу, что там находится. Там было тело мертвой девушки. Над ней надругались, ее убили и расчленили тело. Там были части тела, сложенные вместе. Вот такая страшная картина. Знаете, вот, вообразилась мне тогда, представилась. Прямо во сне. Во сне я знал, что там это все страшное лежит, вот, во гробе все это. И я был в полумраке, как бы, а вот все это было на свету. И слышал голос прямо во сне, тихий голос, который говорил мне, иди и молись за ее воскрешение, иди воскреси ее. Я, знаете ли, на тот момент, на самом деле, я никогда еще не молился таким образом. И я начал, не то чтобы перечить Богу, но, как бы, убеждать его не делать этого, чтобы мне этого не сделать. Я сказал ему примерно так, что если бы она была бы не просто мертвая, ну, как бы, просто мертвая, а не расширененная, то, может, я попробовал бы даже. Но как она может, ну, склеиться, понимаете ли, как бы, это же, это же не конструктор, это же человек. Знаете, это сказка, там, полил, там, мертвой водой, там, живой водой, там, и все, и встал. Нет, ну, это же не сказка, это же. Во сне у меня не было веры такой, ну, вот, на то, что эта девушка может склеиться и воскреснуть. Вот, значит, и, но самое интересное, Бога мои аргументы не остановили. Да, значит, и, значит, я слышу тот же самый голос, он говорит мне снова во сне, когда, значит, говорил, иди, молись за ее воскрешение, иди воскреси ее. Я стал говорить примерно так, что ему, как бы, опять-таки понял, надо мне как-то еще аргументы, давайте такие, значит, свое оправдание, бездействие такого своего. Я, значит, говорю, что вот, а если не получится, то, вроде, как бы, не на меня, а на тебя будут говорить, как бы, значит, на верующих, и на тебя, в конце концов, значит, то есть, я, вроде, переживаю, как будто бы за его. Вот, а самое интересное, а он не переживает за свой авторитет. И еще раз, то же самое слово, еще раз, третий раз слышу во сне. Попытался что-то еще сказать и проснулся, на самом интересном месте. Ну, как бы, ни в одном глазу сна нету, ну, ладно, семья спит, жена спит, дети спят, все, значит, ну, я пошел на кухню, сижу, помолился, ну, попросил прощения, конечно, думаю, ну, слава богу, это был сон, думаю, наяву-то я бы так, не додумался бы так вот спорить с богом. Ну, вообще, как бы, это как-то глупо все, думаю, ну, даже если уж, ну, уж на то пошло, ну, он сказал, ну, так, ну, так, попробуй, попытка, не пытка, да, значит, как бы, в принципе, что-то мне требуется-то, помолился, как бы, не получилось, так, все, я в твои руки, Господь, я сделал, что я мог, как бы, даже, ну, даже так, на кудой конец. А здесь, понимаете, значит, во сне я еще думаю, надо же, вот так вот спорил со всемишним, думаю, ну, как бы, ладно, это сон, про не сон, не сон, думаю, ну, ладно. Значит, я покаялся на всякий случай, там, во всем, вот, значит, ну, и, конечно же, покаялся, значит, там, в чем я понимал, что, значит, видимо, об этом, как бы, гордости, наверное, думаю, значит, ну, ладно, покаялся. Вот, молюсь о том, о сём, за детей Никарагу, за всех, короче, за всех помолился уже, уже не знаю, о чем молиться, как бы, вроде за всех помолился, а сна нету, до утра еще далеко, вот, значит, ну, и встал молиться на языках, вот, думаю, уже, когда не знаешь, о чем молиться, умом, молюсь в духе, молюсь на языках, и вдруг молитва на языках, знаете, есть разница, ведь там молитва на языках и говорение еще есть на языках, Некоторые разницы есть в этих переживаниях. И в тот момент я стал говорить именно, провозглашать. Мне даже самому интересно стало, что я так говорю. Притом так убедительно, только не по-русски. А переводчика нет, истолкователя. Думаю, если бы понять, что я говорю, было бы очень интересно. Потому что мне казалось, что заразительно, убедительно было. И вдруг я сделал паузу, остановился. И в этот момент я вдруг понял, как будто мой второй язык. Я татарский плохо сейчас уже знаю. В детстве, когда был еще пацаненком, то по-татарски знал более-менее нормально. Потому что дедушка, бабушка у меня, они по-русски, дедушка мой Галиахмет его звали. Он по-русски только одно слово знал хорошее. Ну, не хорошее, а хорошо, без акцента. Собака. Там мух убил. Собака. У меня четко получалось. Хороший был дедушка, добрый бабай был. Обрезал всех мальчиков у нас, татарских, еврейских. И знаете, в общем-то, татарский я забыл уже. Я слышу, когда татары говорят или тюрки, например, узбеки или кто. Я догадываюсь, о чем идет речь. Ну, по выражениям, по некоторым словам хотя бы догадываюсь. И вот странное чувство вдруг появилось у меня. Знаете, вот как будто это мой второй язык, только забытый. Я четко понял, о чем я говорил. Ну, первое предложение точно, по крайней мере. И я никого не был на кухне, один был только. Я сам себе, самого себя перевел. Сказал это на русском языке уже. И стоп, так интересно стало. Когда это, я тоже поделюсь своим опытом истолкованием языков. Может кому-то пригодится вообще, кто хочет начинать подобное. Вот, может мой опыт пригодится как бы. Вот, и сказал это, и опять сделал паузу. Иногда важно паузу сделать, я понял. Значит, и четко понял дальше второе предложение. Мне даже самому стало интересно, как игра. Знаете, вот, я сам себя перевожу для самого себя же. Странно как-то. Дальше второе предложение перевел, сказал это. Третье предложение. И дальше. Я перевел самого себя для самого себя же, оказывается. И в этом переводе было истолкование сна того, про ту девушку. И там было сказано в переводе в этом, что, оказывается, это была не девушка. Это церковь была. И конкретно было сказано, ее насиловали политики, религиозники и прочее. И убивали, расчленяли. И конкретно было сказано про мостам на церкви, в которой я вырос, в общем-то, как священнослужитель. И, знаете, и дальше открылась такая интересная информация. Там ЦРУ с Масадом отдыхают. И КГБ нервно курит в сторонке. Когда Бог открывает что-то, то, оказывается, у дьявола есть план. У врага тоже есть свои планы, оказывается, какие-то есть. Представляете? И план был такой у врага, оказывается, насчет православия конкретно. Похоронить его дальше. То есть он сделал грязное дело, много грязных дел, и дальше хочет похоронить, как конфессию вообще в целом. Представляете, закопать целую конфессию вообще. Страшно. Но у Бога есть план другой – воскресить православие. У него есть план, у Бога есть план испортить дьяволу праздник. И на его похоронах будет чудо. Будет чудо воскрешения церкви. Но я, конечно, тогда, кажется, немного так вот думаю, надо же, вот каково это. Вот это да, думаю, здорово. А как бы дожить бы, думаю. До свадьбы женить бы, думаю. До такого вот мероприятия, такой кульминации, вот так было, чтобы воскресла церковь. Думаю, здорово. Это же силище какое будет вообще. Это же чудо какое будет вообще. Вот, и после того, как в 2003 году вот воскрес тот мальчик, который я сбил на дороге, значит, подросток этот. После чудо воскресения того первого, то голос звучал. Он спрашивал меня три раза одно и то же. Прямо в машине. Я ехал обратно домой с супругой. Супруга ничего не слышала, кстати. А я был убежден, что это далеко за машиной слышно. То есть, я слышал это громким голосом. Никогда до того и после того, уже 15 лет прошло, ничего такого я не переживал. Чтобы именно голосом, ушами своими слышать громко речь. Это было сказано три раза одно и то же. Он меня спрашивал, ты это видел? Я не мог ничего ему сказать. Знаете ли, вот сейчас бы я что-то сказал бы, конечно. А вот тогда, когда нужно, вот... И где язык тут? И ничего не скажешь ему. Вот я реально не мог ничего ему сказать. Что-то мяблил там. Да, Господи, что-то. И все. Значит, и представляете, три раза меня голос этот спросил об одном и том же. Он спрашивал меня, видел ли я это. Может быть, глупо немного вопрос со стороны, если. И я это же видел, я это даже пощупал. Даже не то, что видел. Пощупал. Я же ему сам держал эти косточки. Эти вот. После воскресения, имею ввиду. Когда он уже воскрес, стал шевелиться, уже стал подниматься. У него сзади голова была разбита. Лицо было чисто. А вот сзади было разбито, как вот переспел армус трескается. Вот. Там мозги эти были видны. Клокотала мякоть эта. Вот, значит. И я ему придерживал сам эти косточки. Хотя сам кровью боюсь по жизни, честно говоря. Вот, значит. И... А здесь придерживал, но мне еще страх был от того, что, думаю, не дай бог мне вот это дальше раздвинется, чтобы что-то выпадет оттуда. Как бы, значит. А второе, значит, что он еще грязными руками лез, мозги почешет, что у меня рыбок еще, как бы. Вот, значит. Я ему придерживал. Он же не видел себя сзади там, понимаете. Поэтому, как бы, он лез туда. Ну, может, чесал из него что-то. Я придерживал ему эти косточки. Вот. А через 10-15 минут его забрали с места происшествия с ранами и несовместимыми с жизнью, как врач сказал. В скорой помощи потом, значит. А привезли его через 10-15 минут в Кролевец. Вот тогда Сумская область, где-то все происходило. Значит, больница эта. Он был полностью здоров. Привезли его в больницу. Оказался он здоров. Вот так вот. Да. Значит. И врач поэтому сказал, значит, следователю в моем присутствии. Ну, спустя уже часы некоторые. Я уже был в клинике уже следователем тогда. Значит. И врач скорой помощи зашел в моем присутствии. Следователю рассказал. И говорит. Это чертовщина какая-то. Вот. По его мнению. Он не верующий человек. Но он так вот отреагировал на это все болезненно. Но он сказал, что это не была, говорит, массовая галлюцинация. Потому что оставались свидетельством и одежды его со следами повреждения. Но самое интересное. Кровь оставалась на нем. Кровь не исчезла никуда. Проверяли. Мальчика кровь. Ничья это кровь. Он ничьей этой крови намазался. Ну как могла голова раскрыться. Оттуда что-то вытечь. Значит. И закрыться. И захлопнуться. И бесшумно срастись. Ему смыли, когда кровь ни синячка, ни царапинки. Ничегошеньки не нашли. Наверное. Больше того. Что когда делали снимки его все. И потом вечером, уже поздно вечером повторно были. Другие врачи уже. И делали все повторно все. Повторные снимки показали то же самое. Врач потом говорит, что чертовщина какая-то. Потому что не только следы от новых переломов все исчезли. Хирург был в шоке. Потому что не врач скорой помощи, а тот был тоже в шоке. А хирург был тоже в шоке. Почему? Потому что при нем раздевали мальчика до гола. Но с его слов. Как будто бы его по дороге перейдили в чужую одежду. То есть одежда показывала, что на нем должно быть повреждение. Мальчик с ДТП был привезен. Но под одеждой все было чисто. Как будто бы это была не его одежда. Но дальше было еще больше. Потому что у него был перелом. И его расспрашивали по ходу раздевания и проверки. Его еще расспрашивали. Проверяли состояние мозгов. Отвечал адекватно на все вопросы. Рассказывал все подробно. Но врач его узнает по ходу разговора. И говорит, ты уже лежал у нас в хирургии? Он говорит, да, лежал. Мальчик подтвердил, что хирург не ошибся. Не обознался. Что на самом деле он лежал у них в хирургии. И что у него был перелом. Но перелом зажил у него хорошо. Тогда с первого раза все было отлично. Он снова ходил в школу. Снова гонял на техмопедах, всяких мотоциклах. Но врач в моем присутствии говорил следователю, что как бы у него тогда не зажило хорошо. Но на снимке должен быть след от старого перелома обязательно. Новых переломов они не увидели это одно. Но следа от старого перелома тоже не было. Поэтому врачи говорят, это чертовщина просто какая-то. И потом были другие врачи уже, с тем я уже не знакомился. Делали снова повторно все эти снимки. И они подтвердили все то же самое. Что это сверхъестественное. И когда мне голос говорил, видел ли я это, то я не мог ничего ему сказать. Мне бы в основном кто ответил, что я видел вообще. Понимаете? Но самое интересное, тот же самый голос сказал громко также следующее. После вот этих трех вопросов, этот голос сказал следующее. Вот так будет и с церковью. Аминь. И все. Вот. Больше. 15 лет прошло, ничего не слышали. Друзья, и пусть сегодня с церковью не только православной или отдельными протестантскими, а со всеми, со всей церковью Христа. Чудо будет великое, чудо великое. Встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. И спящих, проснувшихся спящих, и воскресших мертвых, и всех нас осветит Христос. Аминь. 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 Кстати, а с водой. Я же в прошлый раз рассказывал вам в случае, да, это пример. Как выпить Бога, да, и съесть Бога. Помните, да? Огурчики помните? Да-да-да, помню. Молодцы. Вот, значит, и вода, которая в стакане, значит, по отношению к ней я могу сказать на иврите, пока лишь этану моим. Моим вода. Моим вода. Этану возле меня, близко со мной. В стакане в данном случае. Этану моим. Но вода, которую пью я, ваше здоровье, за реформацию. Моим. Моим. Вот эта вода эману моим. Эману моим. То есть, это вода, которая уже частью меня стала. Она сейчас действительно становится частью меня. Да. А я частью ее становлюсь. И когда Иисус родился, то сказано было, чтобы избылось пророчество, которое говорило. Эмануэль. 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 То есть, Бог съеденный, выпитый нами. Частью нас ставший. Эману, хотя переводчики обычно переводят с нами Бог. Это тоже правильный перевод. Но более точнейший перевод. Именно это немного странный, конечно, для уха человеческого. Это съеденный, выпитый нами Бог. Это частью нас ставший. Я в Боге, а Он во мне. Я в Нем, а Он во мне. Как вот в той песне песней поется. В книге всех книг. Помните, да? Есть песни всех песней. Это песня любви. И в этой песне песней есть стих всех стихов. Который звучит. Они. То есть я, да? Они. Ле-до-ди. Ле-до-ди. Ли. И вот это ле-до-ди, ле-до-ди. Синодальные переводчики переводят обычно принадлежность. Принадлежу моему возлюбленному, возлюбленному мне. Ле-до-ди, ле-до-ди. Это хорошо. Но, опять-таки, сильно дальний. К сожалению, перевод. Ле-до-ди, ле-до-ди. Это буквально я в Нем, Он во мне. Я всецело в Нем, Он всецело во мне. То есть буквально имеется в виду то же самое послание. Имеется в виду, что полное удовлетворение Его и меня. Ха. Ну, для семейных пар, можно сказать, конкретнее. Но не буду говорить уж так. Но, вообще, имеется в виду, что мы вместе. Мы вместе и мы одно. Во всех отношениях. И Бог, приходя в жизнь человека, приходя в жизнь естество человеческое, это бездна в бездну. И наша бездна растворяется в Его бездне. А Его бездна в нашей бездне. Спасибо Господи. Благодарю Тебя, милостивый Бог. Благодарю Тебя, Отец. Сущий на небесах. Да святится имя Твое. Благодарю Тебя, Папочка Небесная. Благодарю Тебя, дорогой, любимый, хороший. Ты самый добрый, Ты самый замечательный. Нет добрее никого Тебя. И не может быть. По сравнению с Тобой, даже самый добрый Отец земной, Он злой. Спасибо Тебе за то, что мы познаем Твую любовь, Господь. И Ты облагодатствовал нас в возлюбленном, в возлюбленном Сыне Своем. И мы возлюблены, Твои дети, сыны и дочери Твои. Спасибо, Господь. Благослови нас семью Свою. Благослови, Господь, нас детей Своих. Благослови, Господь, народ Свой миром, Своим шаломом. Благослови. Спасибо, Господь, что в этом пробуждении вот этого времени, удивительнейшего времени нашего, в которое Ты поместил нас. Ты мог бы нас поместить в разные эпохи, иные эпохи. Мы могли бы по милости Твоей и по воле Твоей родиться и в эпоху первого храма, в эпоху исхода, в эпоху второго храма. Мы могли бы родиться где угодно, с разными цветами Божьими, на разных странах, континентах. Боже, по милости Своей ты рассыпаешь свои сокровища на земле. Боже, но Ты дал нам, Господь, жить и дышать, и действовать именно в этом время, и в этот час, и в это время, и в этом месте сейчас. Спасибо, Господь. То, что называют верующие вот этой пропиткой, Тобою пропитаться, Тобою просолиться, Тобою Божьим, и только Тобою. Спасибо. Спасибо, Отец. Спасибо. Спасибо. Когда нет слов, просто, Господь, я просто вдыхаю и вдыхаю. Вдыхаю и вдыхаю тебя, Господь, Боже, я благодарю Тебя за все. Пусть это слово, которое пророк правосласил когда-то. Эмман. 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 Два тысячелетия раскрывается на тайне. В наш час она раскрывается с наибольшей силой. Все больше и больше силы и мощи раскрывается в откровении. И вся тварь стинает и мучается до сего дня, ожидая откровения сухов Твоих. И за два тысячелетия уже много тварей и всякого творения всего животного, растительного, человеческого мира отмучилось и мучается по сейчас. Но ты хочешь действительно совершить чудо Божьим и в нашем поколении, в наше время, Боже, соверши это. Боже, пусть больше и больше людей пропитается Тобою, Твоей любовью, Господь. Боже, и вода, которая в нас приходит в наши судьбы, она в нас делается источником воды, текущей в жизнь вечную. Спасибо, Господь. Благослови народ своего мира. А в эти дни, когда во всей Руси звучит, что Христос воскрес, пусть действительно чудо воскресения совершается. Даже через эти уста. Даже если эти уста совершенно далекие от тебя, все равно, ты знаешь как, ты совершай это чудо во имя Христа Иисуса. Спасибо. Спасибо. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светом лицом своим и помилует тебя. Да обратит тебя Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Шалом во имя Иисуса Христа. Благословенный Господь. Благословенный Царь. Отец, если кто из присутствующих еще не пережил вот этого столкновения с тобою, столкновения с бездной, пусть совершится это, Боже, пусть совершится это, я не знаю как, во сне или наявуле, в экстремальных условиях, либо в обычных, мирных, спокойных условиях, но я прошу тебя, сверши это. Благослови Господь народ свой мир своим шалом во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Давайте еще чуть-чуть. Чувствуем, как хорошая атмосфера. Не спешите никуда уходить. Аминь. Законьте свои глаза, пожалуйста, Семья. Аминь. Святой-Святар, мы поклоняемся Всевозможной Божией. Заполнятся на беседу. Чувствуем, как величины, мы з Majestте. Заполнимся... Завентимся... ...завентимся... 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 ...'Алли-Мә... Слава, 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 ты живи для нас, святой, 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 мы поклоняемся тебе, царь, царей, Пусть твое имя свечи по всему миру, пусть каждый он пригодится при Тобой, пусть каждый он исповедует себя живым волнам, святой, мы поклоняемся тебе, царей, святой, святой, Иисус наш Бог, Иисус наш Бог, тебе слава, 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 слав Иисус наш Бог, Иисус наш Бог, Тебе славу воспевает Твоя народ. Святой скотой, Аллилуйя, Святой скотой, Аллилуйя, Иисус наш Бог, Иисус наш Бог, Иисус наш Бог, Тебе славу воспевает Твоя народ. Святой скотой, Аллилуйя, Святой скотой, Аллилуйя, Иисус наш Бог, Иисус наш Бог, Мы поконяемся Единому Богу, Тебе славу воспевает Твоя народ. Единому Богу, Слава, 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 Примите силу, Примите благословение на предстоящую неделю, Сила Божья, Никогда, Запомни никогда, Ее всегда будет много. Святой, Святой, Находись там, где переживаешь Бога, Всегда, где Дух Святой обречается полней. Со славой, Иисус наш Бог, Иисус наш Бог, Иисус, Иисус наш Бог, Святой, Иисус наш Бог, И пусть это поклонение, оно длится, длится вечно. Пусть это поклонение, оно будет вечно. Аллилуйя, Святой, 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 Прикоснись к каждому физически, Но что, ты сейчас каждый горы вернет, Твою любовь, Субтитры делал DimaTorzok 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 Я прошу тебя, пусть жизнь сейчас придет в каждого, зажги своим огнем, каждого здесь, прикоснись, пусть этот огонь он не даст покоя, пусть этот огонь он ведет в поиски тебя, в уединение, в тайные комнаты. Я прошу тебя, пусть каждый переживет твою славу, пусть каждый переживет тебя, как живого Бога, пусть придет голод и жажда, голод и жажда. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Alleluia Снег зазывает тебе святой. Снег зазой. Снег зазой. Это лучшая атмосфера. Запомни. Такая атмосфера должна быть с родом на Литве. Ты должен селищий большевого Бога. Иисус наш Бог. Тебе славу расплевает только. Снег зазой. Пусть сльется клонок. Пьется клонок. Иисус наш Бог. Иисус наш Бог. Снег зазой. Жизнь. Я не могу их остановить. Поэтому это они. Это хорошая атмосфера. Я верю, что это будет продолжаться всегда. Слава тебе, Иисус. Святой. Святой. Мы поклоняемся тебе, Иисус. Пусть эта была, она никогда не заканчивается. Просто прими эту атмосферу. Я прошу тебя. Я хочу отправить тебе домой радость. Чтобы ты пережил эту любовь. Держи это. Храни это. Что бы ни произошло. Никогда не бойся. Храни ты любовь. Это поможет тебе. Это поможет измениться. Это поможет освободиться от греха. Принять силу. Принять новую жизнь. Держи эту любовь. Слава тебе, Господь. А, да, да. Хочу последнее. Сейчас мы куличи осветим. Яйца. Шучу. Мне тут ведро напоминает большое яйцо. Мы его не будем свесить. Хорошо. Давайте проведем последнее служение. Это пожертвование. Я, знаете, хочу что сказать. Что об Энке. Мы знали, что это тоже служение. Так же, как молитва, так же поклонение касается Бога. Когда мы славим, когда мы поклоняемся. Так же наши пожертвования должны касаться Бога. Аминь. Мы не должны отделять эти вещи. Мы не должны говорить, что вот это хорошее служение. Вот это не очень. Вот это лучше. Это такое же служение. Это точно такое же служение. Я понимаю, что мы много прошли, нас много ранили, но давайте начинать завтра. Давайте оставлять прошлое сзади и идти вперед. Аминь. И, знаете, сегодня, когда мы молились перед служением, у нас есть молитва. Мы приезжаем в час, еще два часа молимся до собрания. Поэтому, если ты молитвенник и ты хочешь быть там, это очень важное время. Я молился, и Дух Святой мне показал такой момент, что каждый человек, он будет испытан. Знаете, я смотрел эту историю в мозгах. Опять же, все это происходило за секунды с Авраамом, когда он отдал самое дорогое. Я сейчас не говорю про деньги, поймите правильно. Просто сейчас помолись, что для тебя, дорогой? Когда ты разговариваешь с Духом Святым, ты понимаешь. Аминь. И я начал молиться, и сразу начал думать, что для меня дорогое, что для меня дорогое. И я понял, что я верный человек. Я не хвастаюсь, я просто делюсь с вами, исповедуюсь вам. И второе, я дорожу очень дружбой. Я умею дружить, и я дорожу этой дружбой. Я понял, что эти вещи очень важны для меня. И я сразу получил ответ, почему Бог проводит меня через какие-то вещи. Он проверяет. Так что для каждого нас будет этот день, когда ты будешь проверен. Может быть, ты сегодня говоришь, Бог, почему так происходит? В моей семье почему так? Я хочу тебе дать ответ. Он тебя проверяет. Поэтому расслабься. Хорошо? Просто прими это в свою жизнь. Так же, я хочу, давайте помолимся, благословим. Церковь. Пусть она развивается. Аминь. Аминь. Есть великое будущее. Пусть она развивается. И помолимся за финансы, потому что это очень важная молитва. Господи, можете проходить. Мы благословляем каждую жертву. Мы благословляем эти финансы. Дух Святой, я прошу тебя, благослови каждого человека. Дай нам сейчас посмотреть, что ценно для нас сегодня. Дай нам пересмотреть. Дай нам пересмотреть, что для нас важная ценность. Пусть они принесут семена, пусть они принесут пот в каждую семью. Я благодарю тебя за каждого человека. Спасибо за все, кто есть рядом. Пусть придет правило во все сферы. Спасибо тебе. Хорошо, и последний. Последний. Сейчас чуть-чуть, минуточку дайте мне еще. Пару минут, и я разрешу вам делать, что хотите. У нас продолжается пост. Этот пост уже длится долгое время. Мы постимся за церковь. А этот пост, он непрерывный. Даже если ты не часть церкви, ты где-то в каком-то городе, в другом. Ты можешь присоединяться к нам. Ты можешь записаться. Лена, где-нибудь? К ней. Она вас запишет. Выберите себе любой день. Вы знаете, я недавно разговаривал с пастором Алексом уже. Мы тоже постимся за него. За его восстановление. За его полное исцеление. И он уже может разговаривать уже лучше. И я думаю, осталось еще полгода. Это я так думаю. Знаете, все наши посты, все наши молитвы, Бог видит это. Это не просто пост, знаешь, когда ты вешу сжигаешь. Ничего не ешь. Это духовная битва. Это духовная война. Ты можешь присоединяться к нам. Также брать свою нужду. Вот кто любит свою семью? А кто постится с ней? Вот. Все к ней. Возьми. Если ты любишь, мы можем много болтать. Как говорил Сергей. Но мы можем показать тебе делами. Насколько сильно ты любишь ее. Поэтому принимай. Также мы на этой неделе читаем, присоединяйся к нам. Там у нас 1 Иоанн, да? 4 глава. Присоединяйся, будь тоже с нами в одном духе, в одном слове. Хорошо. Свой дядь в стихоте. Пошли за себя. Давай. Привет. Вообще, несколько месяцев назад мне сказали, что у меня большая киста очень, и все было очень серьезно. И все это время я ничего не предпринимала по этому поводу, кроме молитвы. Я просила папу меня исцелить, не только я. И вот я недавно была, сделала снимок, и там ничего абсолютно не ушли. Хорошо. Еще есть, Николай, сидеть? Хорошо. Что еще? Все, ну все, мы вас любим. В среду молитва. Молитва с 8 до 11. Галина, да, сейчас, все секунды. Здравствуйте. Я просто хотела поблагодарить Сергея, потому что через его учения моя жизнь, она радикально изменилась, потому что я сама родилась в православной семье, и мой дедушка, он был дьяконом. И поэтому многие вещи для меня открылись, и всем советую послушать историю России, историю христианства вообще, поэтому... Я думаю, проведем еще семинар здесь, в Москве. Да. Интерактив, может быть, общение какое-то такое. Можем. Все. Да, уже? Мы начинаем семинар. Хорошо, давайте еще поблагодарим Сергея за то, что он станет. Все, обнимите друг друга, друг друга до среды. Среду молитва, будем молиться за все, поэтому приходите. Это тоже важное служение, друзья. Это важное служение, и в разных церквях, правда, есть разные традиции, насчет... Но я знаю, что вы такие нетрадиционные. Ну, как бы, дело в том, что на самом деле финансы – это очень важно. Хотя обычно в нееврейской культуре, в разных народах, даже в танцарской культуре, в русской культуре, в украинской культуре, деньги обычно считаются не духовной темой. Но в еврейской культуре это считается очень духовной темой, и это очень правильно, потому что это жизнь наша. И вот я принимаю этот конверт с благословением. Не просто принимаю даже из рук пастора, да, значит, и от некоторых из вас, допустим, да, а принимаю от Бога, как от Господа принимаю. И в пользу случаем хочу, действительно, благословить и финансовую сферу жизни, и вот, как девушка говорила сегодня, да, вот, значит, протестовать против нищеты в том числе, да, думаю, очень здорово, классно. Потому что это действительно протест, он может быть не только по поводу, там, болезни, да, или, там, умершего человека, дорогого вам, да, или чего-то еще. Но даже и в сфере финансовой, казалось бы, не такой духовной в наших культурах обычно, но на самом деле это духовная вещь. В Библии даже говорится об этом больше, чем обо всем остальном, честно говоря. Поэтому это немаловажно. И я принимаю сейчас это как дар от Бога и как благоухание престолу. Хочу помолиться. Спасибо, Господь, Святой, Боже, и принимая этот дар сейчас от моих братьев и сестер, я также хочу протестовать против нищеты. Протестовать против всякого рода нищеты и долгов, всякого рода зависимости. Этот мир, который пытается христиан втянуть в авантюры всевозможные, Боже, этот и не безуспешный, к сожалению, очень часто. Но пусть верные Твои, верующие Твои, дети Твои будут свободны во имя Иисуса Христа, Боже Святой. Благословенный Тебе, Царь наш, более чем достаточный Бог, Бог Эль-Шадай. Слава Тебе, Господь, Благословенный Тебе, Благословенный Тебе, за это благоухание престолу славы. И как было сказано уже пасторам, что это не маловажное служение, это важное служение. Действительно, все, что касается веры, Бога, нашего в Нем общения, это все очень важно. И все свято. Аминь. Аминь. Все, Израиль пошатрам. Пошатрам Израиль. Вот так вот.